Это Настин Блог Всем привет, меня зовут Настя Каменских и вы смотрите мой голенький блог Я нахожусь на массаже Игорь, скажите, здравствуйте Здравствуйте Я как обычно в своем стиле Да, вы не теряете лицо Где же, как мне в своем блоге, жаловаться? Так вот, я сейчас нажалуюсь В общем, из-за того, что я очень-очень-очень много бегала в последние там две недели и берегла свою сломанную ногу ну, как бы автоматически, подсознательно очень сильно давила на левую схватила судорога в стопе вот там, где мягкие ткани и не отпускает то есть я ступить на ножку не могу я на носочках хожу уже 4 дня и ходила к врачу, приписали мне таблетки гельчик мазать, но у меня проблема потому что мне решили моего наркотика меня лишили бега сказали, ты сумасшедшая во-первых, минимизировать, когда там станет вам легче во-вторых, просто поумнеть потому что я очень страстная женщина понимаете, у меня нет серого цвета у меня есть либо белый, либо черный если бегаю, то бегаю уже так что уже стопы сводят а вообще сегодня у меня прекрасный день у меня сегодня выступление на вечере Руслана Квинты Руслан Квинта это знаменитейший автор песен он был один из первых авторов который писал мне когда была еще сольной певицей там песня «Какая разница», «Война» так что сегодня очень классно, трогательный день я немножко волнуюсь, потому что боюсь забыть слова, так как мы поем песню Ирны Билы где твоя маленькая девочка в шикарном мото в общем, не переключайте и смотрите потому что дальше будет очень интересно друзья, я нахожусь уже в гримерке нервничаю, потому что песня не моя тут надо было за неделю все это выучить надеюсь, что у меня все получится если что, буду выдумывать на ходу поем, между прочим, живьем так что плюс это прямо эфир на один плюс один будет и, короче, все очень ответственно Палац Спорта сейчас будем разводить номер, который мы еще не репетировали хочу вам показать легендарную личность это Света Лыкова, я ее очень люблю люблю я ее, потому что она мне очень близкий человек и знаю Свету я десять уже лет Светуня? Больше десяти лет, да, это правда больше десяти лет, да знаете, кто такая Света? Светуня была свидетельницей, когда мы с Потапом только-только познакомились и вот как раз Свете надо задавать этот вопрос как они познакомились а вообще Светка еще жена Боднарчука а Боднарчук является сопродюсером артиста Алексеева это вот этот, который поет супер крутую песню мимо нас, мимо нас в общем, все вы знаете вот, Светуня, скажи что-то так что, если надо, я какие-то секретики ей расскажу вот Светуня еще знает меня, когда я была сольной певицей Насте Гумянской какая разница какая разница, да, ребят, посмотрите обязательно этот клип какая разница, что нам нельзя какая разница, что я тебя не предам мне просто нравятся твои глаза моя любовь а автором, между прочим был Руслан Квинта Лешка Лешка что-то чем-то это написано ну, дали ленточку мы все выучили, да? конечно мы все выучили, да? мы все выучили, еще можем вас научить такая красивая сцена я жалко будет подвести со словами Потап вообще их не учил Потап, ты выучил слова, ну-ка скажи я твоя маленькая девочка нет, свой куплет если бы я в женском платье выходил и пел эту песню было бы интересней нельзя отказаться я очень переживаю за слова, реально переживаю я думаю, что у меня сейчас будет такой эффект когда буду забывать делать так вот так вот все очень подготовлено, красиво, нарядно и Настя, не знающее слово переживаю, прямо очень переживаю а так друзья, счастье-то неимоверное боже мой, закрутили, закружили интервью, что хотела сказать я успела, можете проверить, посмотреть мне забыла слова, хотя мне кажется что у меня была такая гримаса, знаете, когда ты думаешь, ты же какое же там слово дальше но в целом, мне кажется, номер получился обалденный сейчас такая сцена была, люди все супер, я так счастлива, что и не забыла ребята, всем доброе утро мы как всегда с Андреем в парке я же вам рассказывала уже по поводу своей травмы бегать в парке я сегодня не могу но мне надо держать себя в форме потому что у меня забег 9 апреля бегу я 5 километров Андрей бежит с Потапом 10 километров чтобы пробежать 10 километров что для этого нужно делать? как подготовиться? для того, чтобы пробежать такую достаточно не маленькую дистанцию нужно потратить прилично времени начинать нужно готовиться заблаговременно в неделю суммарно нужно пробегать примерно два с половиной часа начиная с понедельника выше среднего среда средняя дистанция и пятница ниже среднего на протяжении 2-3 месяцев таких пробежек вы с легкостью сможете пробежать 5-7 и 10 километров второе подразумевает несколько пунктов навык правильного бега правильного дыхания и вещи, которые сопутствуют правильной технике бега первое это расположение наших рук угол в локтевом суставе 90 градусов спина при этом ровная кисти рук у нас сжаты в кулачки но при этом не зажаты то есть руки у нас работают параллельно вот так ни в коем случае не сутулимся не смотрим в землю так как же дышать кто-то утверждает что нужно дышать носом вдыхать, выдыхать ртом кто-то говорит дважды выдыхать ртом дважды вдыхать носом люди сильно заморачиваются Настя, я тебе когда-нибудь рассказывал о том как нужно дышать нет, дышать нужно как тебе удобно как твой организм вообще пользуется дыхательными путями да, если вы бежите и вашему организму достаточно кислорода а вы это обязательно почувствуете на интуитивном уровне и у вас нет головокружения недомогания каких-нибудь то это говорит о том что в принципе то ли вы дышите ртом только ртом даже в мороз у нас еще не было ни разу сколько мы бегаем чтобы кто-то заболел после пробежки за то что дышал там ртом к примеру я всю жизнь дышу ртом в силу того что когда-то где-то что-то произошло с моим носом дышим как нам удобно да третий пункт это наша обувь это очень важный момент потому что наши кроссовки это амортизатор который снимает нагрузку с позвоночника и с наших суставов да и если вы хотите посмотреть какую правильную обувь себе подбирать обязательно кликайте переходите к Андрею на его ютуб канал потому что Андрей там кстати рассказывает какую правильную обувь себе подобрать и купить я бы хотела сказать четвертый пункт о том что очень-очень важно распределить свое время я в прошлом году бежала десятку и могу сказать что если бы рядом со мной не было бы Андрея я бы ну как минимум просто остановилась на 10 минут или на 15 потому что у меня так сильно заболел бок что я не могла уже бежать Андрей так профессионально подхватил меня так не, ну не на руки ты помнишь ты прям мне помог и морально очень помог подержал и мы с тобой добежали на самом деле в какой-то момент становится очень-очень тяжело поэтому я считаю что начинать бежать нужно очень спокойно да, как и мы бежали обязательно первый километр в любом случае где бы вы не бежали на соревнованиях или нет опять же таки если вы любитель а не профессиональный спортсмен то мы всегда бежим первый километр медленнее всего то есть это разминка наша на самом деле очень часто тебя сбивают люди потому что они бегут быстрее чем ты и тебе кажется что ты отстаешь что ты не добежишь или что ты не прибежишь тогда когда нужно но это не так не стоит торопиться действительно у меня такая была история вот в прошлом году что мы так начинали медленно-медленно в общем где-то половину мы бежали в умеренном темпе а обратно когда я бежала да, те люди которые стартанули очень быстро они все остались позади поворачиваемся на живот и тянем живот растягиваемся макушечка и дышим через живот вот так да а голова тянется к ягодицам да очень падаешь плавно прессом опускаемся стой 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 5 4 3 2 1 хорошо что-то я так устала у него наверное надо отпуск и я порезалась очень сильно на руке и мы сейчас едем вот я его заклеила едем зашиваться у меня съемки комика через полтора часа мне надо сделать прическу накраситься но я еду в травмпункт и попробую сейчас как-то оперативно зашить свою травму я справилась в эту руку мне сделали укол отступника это мне очень и очень красивенько зашили ладно буду перевязывать обязательно покажу в общем между тренировкой и съемками рассмеши комика у меня произошел такой супер мега казус надо мне в отпуск обязательно куда-нибудь в барселону отдохнуть от всех потому что первый признак того что ты ну что я вот так порезалась мне кажется это уже усталость и неосторожность но я сейчас еду к деткам на рассмеши комика надеюсь что мне поднимать настроение как будто ничего и не произошло я сижу крашусь на съемке немножко задержалась какой-то час но это же тьфу вообще по сравнению с тем что я пережила на самом деле я очень люблю свою работу чуть-чуть все видимо уже не хватает у меня сил для того чтобы все пережить начинаю биться резаться и в принципе я растяпа если честно шовчик я вам могу показать тогда когда я буду перевязываться а это будет видимо не скоро потому что заклеили мне такой специальной пленкой с которой я могу мыться и в общем я знаете что решила психануть и завтра улететь с мамы со своей дворной сестрой которая была в швеции между прочим для того чтобы посмотреть эту серию где я была в швеции надо вот нажать вот видите на буквочку и так вот завтра я решила со своими родственниками девчачьим коллективом улететь на недельку по-моему я заслужила Снасти взаимозачет она вчера подписалась на меня в инстаграме а я теперь буду для ее блога снимать всякие мимимишные штуки а что такое мимишные штуки я не знаю а я думала ты какой-то номер подготовила а мне нравится этот инстаграм ты такие прикольные делаешь выражения электро я стараюсь я между прочим за два месяца за две недели я волнуюсь просто почему набрал 22 тысячи подписчиков ребята подписывайтесь в инстаграме обязательно на Дженю Кашевого он очень прикольный чувак и подписывайтесь на Настю Каминской я же у меня травма с утра получила знаешь я тут так страдала плакала я когда узнал ты еще Настя умеет рассказывать знаете с красками что у нее там мясо повылезало Настя висит на доске подсета в травматологии в клинике Бориса запомните это лицо если увидите сразу видите травматологию не только в этой клинике во всех клиниках ребята по городу Киева королева травмпунктов таким настроением мне вообще стало очень приятно спасибо тебе спасибо Настя а то сейчас выходить на съемку знаешь а я а я классная всем хорошего настроения да мы работать между прочим мы работать а завтра я в отпуск а я пойду в отпуск аж в августе в августе только в августе только все же вам надо отдыхать мы снимаем Слугу народа 2 слушайте а они бесконечно работают эти люди так что подписывайтесь еще смотрите что они выпускают потому что это лучшие ребята когда ты сидишь в кадре тебе ушко бывает что-то нашептывают поэтому иногда бывает такое рожание лица на самом деле в этот момент я не туплю как вы могли подумать я просто слушаю что мне подсказывают уши объясняю правило если наши маленькие участники вышли на эту сцену в течении минуты заставят кого-то из комиков смеяться они заплатят ему тысячу гривен с вами была Настя Каменских и вы смотрели мой видеоблог для того чтобы посмотреть другие серии кликайте вон туда ну и конечно же подписывайтесь на все мои соцсети это не Настя отдайся это мой блог ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля попрощайтесь с Настей и не подписывайтесь и ничего не лайкайте пойдите в церковь и покайтесь спасибо